Меньше недели до Нового года и 40 миллионов рублей. Именно об этих цифрах задумываешься здесь, на аллее на Ленина, которая абсолютно никак не украшена и выглядит невзрачным образом по сравнению с некоторыми объектами. А с какими, мы узнаем в нашем сюжете. Давайте посмотрим, как они украшены к Новому году. Наша первая остановка – Атриум Палас Отель. Здесь расположилась вот такая вот замечательная, красивая елка, украшенная разными снежинками, звездой. Это на самом деле выглядит достаточно по-европейски, но это создает ощущение какого-то тепла и прекрасно дополняет ваше новогоднее настроение. Ну а мы движемся дальше. И вот буквально напротив расположены вот такие вот замечательные, красивые кони, которые наверняка несут счастье в этот 2020 наступающий год. Они очень тоже красиво украшены такими фонариками, и сзади у них прицеп. Но, к сожалению, залезть в эту карету, чтобы сделать, например, какую-нибудь фотографию в социальной сети у вас не получится. Здесь все закрыто. Ну а здесь, на улице Малышева, неподалеку от нашей телекомпании, расположились вот такие вот замечательные белые медведи и елки. Они вот тоже украшены и красиво переливаются при ночном свете. Но если вы хотите оказаться по-динстоящему в сказочной атмосфере, то вам в жилой комплекс Кандинский. Честное слово, здесь даже страшно говорить в полный голос, потому что такое чувство, что ты находишься в каком-то таинственном лесу среди этого чистейшего белого снега. И вот этих вот красивейших деревьев, которые украшены большими шарами, фонариками. И здесь вот, правда, все как в сказке. Вот не хватает только Деда Мороза, который выйдет откуда-нибудь из-за дерева. И, кстати, здесь рядом расположен вот такой вот небольшой мини-парк. Здесь расположены лавочки. И как раз-таки на фоне этих деревьев любители делать селфи в Инстаграм могут сделать отличные кадры, чем мы сейчас и займемся. Сейчас мы, пожалуй, находимся в настоящем храме Рождества в Екатеринбурге. Это ярмарка «Зима и тепло», которая, к сожалению, сейчас не работает. Но главные новости Екатеринбурга уже показывали вам ее в действии. Здесь действительно можно проникнуться атмосферой европейского Рождества, попробовать различную кухню. И здесь действительно очень тепло и классно. На этом наш рейд по местам, где можно проникнуться рождественской и новогодней атмосферой, подходит к концу. Такие места в городе действительно есть, но все-таки очень жаль, что не весь Екатеринбург дышит каким-то волшебством и теплом накануне Нового года. А теперь ваша очередь пойти и найти свое место.